Добрый день! Предварительно можно сказать, что змей, которым заканчивалась первая часть, не просто кусает себя за хвост, а самозабвенно пережевывает свое тело и уже находится в районе шеи. Баланс создания благ и их грабежа давно и явно нарушен в пользу грабежа. В этом, кстати, проявляется неестественность происхождения государства, ведь естественные процессы саморегулируются. Итак, это те претензии, которые можно предъявить государству. Собственно, институциональная агрессия – это общее название для всей этой деятельности, а здесь она используется для описания роли государственного вмешательства в экономику. Далее, здесь говорится о приватизации, а не о национализации, как мы привыкли говорить, когда речь идет о государстве. Я думаю, что приватизация будет более правильна, ведь теперь и денежная система, и социальное страхование не являются общедоступными, а зависят от мнения небольшой группы людей, составляющие государство. Далее мы рассмотрим каждый из этих пунктов. Однако, сначала я должен сделать это отступление. Нам не избежать персонификации государства, и я хочу пояснить, о ком в этих случаях идет речь. Итак, бюрократия. Наиболее известная ипостасть государства. Люди и бюрократы живут по разным правилам, и это уже создает неразрешимое противоречие. Правда, мне скажут, а как же мы? Мы же тоже ходим на работу, сидим в офисе, зависим от начальника. Выходит, мы тоже бюрократы. Поэтому мне придется сделать отступление о корпорациях. Украинцам практически неизвестны другие формы организации, кроме корпораций. Поэтому полезно пояснить, чем корпорации отличаются от некорпораций, и чем государственная корпорация отличается от обычной. Корпорации обязаны своим происхождением, изыском правовой системы. Право возникло как система отношений между людьми, в наших терминах – физическими лицами. Если физически эти лица отличаются своими качествами, богатством и тому подобное, то для права они равны. Собственно, поэтому право и существует. Римское право наделяло правосубъектностью только живых людей. То есть, опять-таки, выражаясь в привычных нам терминах, только физическое лицо было юридическим лицом. Однако затем в отношении церкви был применен специальный правовой кульбит. Правом физического лица была наделена организация. По латыни тело – это корпо. Церковь получила тело, стала первой корпорацией. То есть, она была приравнена по статусу к живому человеку, могла получать прибыль, заключать контракты, быть истцом и ответчиком в суде. Так возник феномен корпорации. Не буду сейчас говорить о нем подробно. Отмечу, что внутри корпорации обычно организованы иерархическим образом, и в этом напоминают государства. Современные же правоотношения выглядят так, как показано на этой картинке. Причем забавно, что в странах вроде нашей корпорации имеют больше права, чем живые люди. Людям нужно сначала стать корпорацией, получить статус юридического лица, и тогда они получат доступ к некоторым возможностям. Но это уже детали, которые не относятся к нашей теме. Однако, какой бы конторой ни была та или иная корпорация, и как бы забюрократизирована она ни была внутри, у нее есть принципиальное отличие от государства – это конкуренция. Корпорация выпускает некую продукцию, и пока есть конкуренция, она полностью зависит в этом смысле от потребителя. Поэтому на работников корпорации тоже распространяется общее социальное правило, верное для всех прочих людей. Для того, чтобы получить что-то полезное, нужно отдать что-то полезное. А вот на государство это правило не распространяется. Итак, вот что отличает бюрократов от всех прочих людей. Доход бюрократа – это зарплата. Она платится из бюджета и никак не зависит от продукции, которую выпускают бюрократ. Налоги будут всегда, значит всегда будет и зарплата. Бюрократ своей деятельности отвечает перед своим начальником. Соответственно, его цель – сделать так, чтобы начальник был доволен. Это может быть слабо связано с выполнением функций самого бюрократа. Ну и, конечно же, у бюрократа есть все возможности, чтобы навязывать свою продукцию людям. Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ. Вот типичные последствия существования бюрократии. Первый и наиболее разрушительный момент связан с тем, что долгосрочные последствия решений не учитываются. В работе Спенсера, из которой взят этот отрывок, приведен длинный перечень таких решений. Я привожу эту цитату, потому что это 19 век. И дело происходит в условиях весьма и весьма ограниченного по своим возможностям государства. Долгосрочные последствия любых решений не могут быть учтены по понятной причине закрытости будущего от нас. Но на открытом рынке люди принимают решения относительно будущего, опираясь на собственные ресурсы, то есть всегда идя на риск. Поэтому они заинтересованы в минимизации рисков. Они сами несут ответственность за ошибки. И опять-таки, ввиду наличия конкуренции, рынок всегда устраняет последствия. Ведь если даже наши расчеты оказались неверны, это всего лишь означает, что наша деятельность просто никому не нужна. То есть никто не проигрывает от этого, кроме нас. А если же мы проиграли в конкурентной борьбе, то это значит, что кто-то делает нашу работу лучше нас. И опять-таки, общество только выигрывает от этого. С государством ничего подобного не происходит. Невозможно создать систему, которая одновременно была бы государством, имела бы хоть какие-то механизмы ответственности за долгосрочные последствия принятых решений. Долгосрочные последствия имеют также привычку становиться политическими факторами. Например, когда вводили способия по безработице, авторам и в голову не могло прийти, что через пару десятков лет будут целые династии потомственных безработных. В то время быть безработным было позором. Считалось, что люди будут стремиться как можно быстрее найти работу, а пособия им нужно, чтобы они не умерли с голоду. Некоторые – да, стремились, а некоторые – нет. Возникает практика, создаются шаблоны. В итоге, теперь быть безработным не позор, и суммы, затрачиваемые на выплату пособий, давно стали проблемами для государственных бюджетов. Кстати говоря, если задуматься о таком феномене, как государственный деятель, то становится понятно, что основное занятие выдающегося государственного деятеля состоит в устранении последствий деятельности предыдущих выдающихся государственных деятелей. Следующий пункт. Государство всегда заинтересовано в существовании проблемы, которую оно берется решать. На момент, когда это записывается, в феврале 2011 года, много говорится о пенсионной реформе. Эта реформа состоит всего лишь в незначительном повышении пенсионного возраста и ничего не меняет. Государство будет тянуться этим до последнего. Типичной проблемой, созданной и решаемой «государством» со все меньшим успехом и со все возрастающими бюджетами, является борьба с наркотиками. Следующий пункт. Бюрократия всегда стремится к расширению. Мы уже об этом говорили. На рынке расширение деятельности может быть вызвано мнением предпринимателя о том, что рынок готов получить больше товара или услуги. Это решение связано с риском, ведь может оказаться, что это не так. Для бюрократии в таком решении никакого риска нет, так как это мы с вами платим за то, чтобы расширялась ее деятельность. Бюрократия полностью защищена от воздействия извне. Выборы ведь не являются решением того, чем будет заниматься государство завтра. Кроме того, в ходе своих полномочий, оно вольно пересматривает свои решения. Вы ведь не голосовали за налоговый кодекс или за отмену политреформы. Голосовали за покращение життя вжезавтра. Содержание покращения и когда именно наступает завтра, бюрократы решают сами. Здесь есть еще один момент. Для начала отметим, что сложилась весьма интересная саморегулирующаяся система идеяного обслуживания бюрократии. Ее составляют журналисты и эксперты. Эта многочисленная публика кормится с того, что комментируют и прогнозируют государственное решение, то есть государственное вмешательство. Они же дают советы относительно того, какое вмешательство было бы лучше. Поэтому широкая публика питается мыслями, основанными на идее полезности государственного вмешательства. С точки зрения науки, большинство этих идей давным-давно отвергнуты, но это ничего не значит. К примеру, кенсианство дискредитировано в 70-х со своей стекфляцией. Как теория, оно погибло. Но это не мешает кенсианцам до сих пор влить на государственном уровне. Меркантилизм развенчан, растоптан и уничтожен еще в 19 веке. И что? И ничего. Все газеты, журналы, телевидение рассказывают нам о торговых балансах, о том, что экспорт – это хорошо, а импорт – это плохо, и о том, что все это каким-то образом связано с обменными курсами валют. Мысль о том, что государству лучше уйти куда подальше, означает, что вместе с ним куда подальше должна уйти многочисленная армия комментаторов и прогнозистов, следящих за тяжелой борьбой государства с окружающей реальностью. Скажите, кто из этих людей будет добровольно пропагандировать такие идеи? Но именно деятельность этих людей создает у всей прочей публики не только ориентиры для оценки происходящего, но и общее представление о реальности. Бюрократия защищена от влияния изнутри, то есть от попыток использовать государство для сокращения государства. Здесь работают все те же шаблоны поведения. Типичный бюрократический шаблон – это перестраховка. Многие знакомы с ситуацией, когда спущенное сверху правильное и полезное решение обрастает по дороге к потребителю массой маленьких уточнений, поправок и трактовок, которые в итоге полностью сводят его на нет. С этим ничего нельзя поделать, так как бюрократ работает для начальника. Есть еще один момент. Государство состоит из политиков и бюрократов. Политики управляют бюрократами, но политики приходят и уходят. Бюрократы остаются. Поэтому для политиков борьба за свободу имеет электоральные причины, характер компании. Компании заканчиваются и все постепенно возвращаются на круги своя. Где Рейган и Тэтчер, где их реформы? Для бюрократов же борьба против свободы имеет институциональный характер. Это у них просто работа такая. Итог. Бюрократия отбирает у вас деньги, тратит так, как хочет, и вы с этим ничего не можете поделать. Интересно, что, по-видимому, одной из главных целей тоталитаризма была попытка избавиться от неэффективности бюрократии. Тоталитарные режимы пытались победить естественное образование шаблонов и попытались создать стимулы, как у бюрократии, так и, что самое главное, у ее потребителей. Главное, чтобы у потребителей не возникало вопросов, зачем и почему. Для этого была организована массовая промывка мозгов, прямо с детства. Не помогло. Все те, кто считает, что если чиновники будут порядочными или патриотичными, то от этого что-то изменится, должны вернуться к опыту СССР, где этот процесс был организован на уровне селекции и массовой отбраковки непригодного материала. Это не помогает. Переходим ко второму пункту. Институциональная агрессия. Откуда берется и как растет богатство? Рост богатства в нашем обществе основан на обмене. Если вы меняете шило на мыло, то это означает, что вы предпочитаете шило мылу, в то время как ваш контрагент предпочитает мыло шилу. Только эта разница в оценках и делает обмен возможным. Мы говорили о главном социальном правиле. Для того, чтобы получить что-то полезное, нужно отдать что-то полезное. Один субъект отказывается от мыла в пользу шила, а второй от шила в пользу мыла. Это правило увеличивает богатство, так как полезность в разное время для разных людей означает совершенно разное. В итоге, в ходе добровольного обмена богатство постоянно увеличивается. Если немного подумать, то можно понять, что именно так и возникла наша цивилизация. В ходе постоянных обменов возникает и складывается рынок. Производство работает ради того, чтобы производить товары, которые потом будут обменены на деньги и значит на другие товары. Появление денег ничего не меняет в сути обмена благ. Деньги являются посредником. Мы обычно сначала обмениваем одни блага на деньги, а эти деньги на другие блага. Но деньги, если можно так выразиться, делают наше неравенство более точным. Денежные расчеты указывают нам на редкость тех или иных благ и на оценку труда тех или иных индивидов. Денежные цены указывают нам, куда мы должны направить свои усилия. Поэтому денежный расчет – это главный инструмент согласования интересов в обществе. Теперь, допустим, мы говорим о налогообложении. Государство изымает у нас часть нашего дохода. Что это означает для общества? Если ваш труд оценивают в 500 долларов, а вы получаете на руки 300, то вы можете получить на обмен меньше благ, чем в случае, если бы государства не было. Для рынка это две совершенно разные ситуации. Вы произвели богатство на 500, но можете предложить на обмен только 300. Мы видели, что для обмена, как и для танго, нужны двое. Мы видели в нашем примере с шилом и мылом, что богатство возрастает в обеих частях неравенства. Когда государство изымает часть дохода, теряю не только я, но и те, с кем я обмениваюсь. Я могу обменять меньше и меньше приношу богатство. Нам скажут, что 200 долларов из моих налогов потратит государство. Но это не обмен. Обмен, когда одна сторона добровольно отказывается от одного блага, которое она оценит меньше, в пользу другого блага, которое она оценит больше. Но государство ни от чего не отказывается. У государства нет и не может быть своих денег, но тратит наши деньги. Отняв у меня 200 долларов, государство просто подарит их тем, кому считает нужным. То есть тем, кто не произвел никаких благ на эту сумму. И опять-таки, отметьте разницу. Если я подарю вам 100 гривен, это будет обмен, и он создаст богатство. Я буду доволен, а у вас появится 100 гривен. Я оценю свое удовольствие выше 100 гривен. Но вы, скорее всего, оцениваете возможность получить 100 гривен выше, чем возможность их не получить. Все счастливы, все довольны. В мире прибавилось счастье. Государство не человек. Оно не может быть довольна или недовольна. И поэтому не имеет никакого права раздавать чужие деньги. Государственные расходы состоят в том, что оно отдаст ваши деньги тем, кто ничего не произвел взамен. Либо купит на них что-то, искусственно увеличивая спрос на благо, реальный спрос на которые меньше. Таким образом, государство вносит постоянный хаос в формирование денежных цен и денежный расчет. Создаются ошибочные представления о ценности и редкости ресурсов. Усилия направляются не туда, где они действительно нужны. Мы говорили, что обмен благами движет нашу цивилизацию вперед. Государство движет ее назад, нарушая обмен, искажая его, изымая из него произведенные нами благо. Приватизация системы социального страхования Так называемое социальное страхование считается чуть ли не эксклюзивной деятельностью государства и чуть ли не его изобретением. Однако это не так. Опыт так называемых рабочих общей взаимопомощи в Англии ясно говорит об этом. Несмотря на то, что общество прекрасно справлялись со своей задачей, государство присвоило эту деятельность себе. Причина, по расчетам Лой Джорджа, ему не хватало голосов на выборах. И он считал, что приватизация социального страхования привлечет к нему голоса рабочих. Вот и все причины. Люди уже тогда понимали, к чему приведет такое решение. Невозможно заменить добровольные взносы принудительными налогами. Результат получится разный. И стимулы возникают прямо противоположные. Приватизация системы социального страхования очень быстро распространилась по миру. Начало это дело Бисмарк, а закончилось оно в США в 20-х и 30-х годах прошлого века. Государство очень хорошо понимало, какой огромный фронт работ стоит за этим делом. Рузвельт, который сделал очень много для приватизации социального страхования, также прекрасно понимал логику бюрократии и логику политического процесса. Рузвельт был совершенно прав, говоря, что ни один чертов политик не смелится отменить то, что он сделал. Прошло 70 лет, и вот результат, о котором пишет Рон Пол. И вся разница между этим чудом и страховыми обществами рабочих в 19 веке лишь в том, как, кем и почему используется социальное страхование. То, о чем идет здесь речь, это разница между добровольными взносами и принудительным налогообложением. Переходим к приватизации денежной системы. В ходе совершенствования обмена возник косвенный обмен. Это ситуация, когда вы обмениваете не шило на мыло, а обмениваете шило на товар-посредник, а его на мыло. Косвенный обмен приводит к разделению труда, позволяет делить неделимые вещи, сравнивать несравнимые вещи, например, оперную постановку и доски. Все время, пока косвенный обмен распространялся по земле, происходил поиск наилучшего товара-посредника. Таким товаром, как правило, был довольно редкий для данной местности товар. Например, мотыги. В конце концов, еще в древние времена мир подошел к тому, что в качестве товаров-посредников начали использовать драгоценные металлы. Товар-посредник – это и есть деньги. Таким образом, в ходе эволюции общество выбрало на роль товара-посредника драгоценные металлы. Денежной единицей стал определенный вес металла. В каждой местности денежная единица получила свое название. Появились монеты, которые назывались так же, как денежная единица. Смысл монеты в том, что на ней есть защита в виде разных картинок. Эта защита подтверждает ее вес. Роль государства часто, хотя и не всегда, состояла в печатании монет и защите от фальшивомонетчиков. Однако главным фальшивомонетчиком было само государство. Каким образом? Если на монете есть картинка, то отпилить от нее кусок довольно затрудительно будет заметно, и монета потеряет ценность. Но если выпустить новую монету с той же картинкой, но меньшего веса, то получится прибыль, так как деньгами являются не таллеры или динары, а тот драгоценный металл, который есть в монете. Этим государство занималось постоянно. Ротборд приводит историю динара, который за 700 лет похудел в 60 раз. Особенно хорошо получается, если вы, будучи государством, заявите, что законным средством платежа на вашей территории является только выпускаемый вами тугрик. Однако, несмотря на все эти попытки, люди все равно использовали в качестве денег вес драгоценного металла. Менялы выполняли роль унификации разнообразных тугриков и приведения их всех к общему знаменателю. Хотя государство постоянно вмешивалось в денежную систему и наживалось на порча монеты, денежная система находилась в руках гражданского общества. Государство не могло производить золото или серебро из воздуха. Это было главным, сдерживающим его аппетиты, фактором. В 19 веке золото стало фактически мировыми деньгами. Однако тогда же утвердились те инструменты, с помощью которых позднее удалось от него избавиться. Первый – это так называемая национальная денежная единица. Понятно, что для экономики ее не существует. Это просто название некоторого веса золота на данной территории. Но люди, особенно после появления и внедрения в банкнот, видели в своих руках именно ее. Второй инструмент – это законное или обязательное средство платежа. Оба эти инструмента создают видимость, что люди используют в качестве денег не вес золота, а бумажки с названиями национальных денежных единиц. Государство постоянно нуждается в деньгах, особенно для разного рода войн и прочих мероприятий такого сорта. Это создает стимулы для поиска решения вопроса. Если можно так выразиться, организуют самоорганизующуюся машину, о которой мы говорили в первой части. Почти 200 лет понадобилось государствам, чтобы избавиться от золота и приватизировать денежную систему. Можно сказать, что уже после Первой мировой войны золотой стандарт хромал на обе ноги. Затем Рузвельт в середине 30-х запретил частным лицам расчеты в золоте. После Второй мировой только доллар обменивался на золото и только по межгосударственным расчетам. А в 1971 году Никсон отказался и от этого. Правительство получили в свои руки мощнейший инструмент контроля и перераспределения. Здесь приведен типичный пример того, чем регулярно занимается любое правительство. Инфляция хороша для государства тем, что она действует незаметно. Государство реализовало для себя детскую мечту. Каждый скидывает ему по копеечке, даже не замечая этого. Государство получило возможность реализовывать свои проекты, не прибегая к увеличению налогов, то есть не вызывая политического сопротивления. Кроме того, уровень инфляции, о котором мы все слышали, это такая же фикция, как и уровень цен. Цены не растут равномерно, когда денежная масса увеличивается. В общем, пока что дело выглядит так, что у людей нет ни информации, ни инструментов ее получения, так как мерить инфляцию по индексу потребительских цен – это нонсенс. Поэтому к радости государства для борьбы с инфляцией у людей нет стимулов. Мы должны помнить, что инфляция – это перераспределение. Никаких новых благ в момент, когда государство пускает на рынок новые деньги, не появляется. Просто потому, что рост цен в результате роста денежной массы занимает время, те, кто получит новые деньги первым, обменяют их на товары по старым ценам, а те, кто получат их в конце цепочки – по новым, более высоким. Таким образом, благо перераспределяется от последних к первым. В этом и есть единственный смысл инфляции и смысл того, что государство приватизировало денежную систему общества. Последствия этой деятельности катастрофические. Помимо все той же институциональной агрессии, о которой мы уже говорили, постоянная инфляция является, например, одной из важнейших причин существования государственной пенсионной системы. Без инфляции лучше пенсионной системы – это хранение денег под подушкой. С инфляцией денежные сбережения теряют смысл. Приходится использовать либо банки, либо специальные пенсионные фонды, которые для того, чтобы компенсировать инфляционные потери, должны заниматься спекуляцией, то есть в любом случае рисковать. Государство предлагает «надежный» способ видеть себя самого и пенсии, выплачиваемых из налогов. Таким образом, в полной зависимости от него оказывается все старшее поколение. А младшее поколение работает на старшее, чтобы потом на него работало следующее поколение и так далее. В общем, благодаря инфляции государство получает возможность контролировать все больше сфер жизни людей и постоянно разрастаться. Переходим к кризисам. Те, кто знаком с австрийской теорией экономических циклов, могут смело пропустить этот раздел. Ну, а те, кто не знаком, могут послушать. Здесь перечислены известные экономические кризисы, которые я выписал из книги Уэрта Десота. Нас учат, что экономические кризисы – это что-то такое загадочное. Кроме того, считается, что это как бы разные кризисы. То это были азиатские кризисы, то кризисы даткомов, то еще что-нибудь. Действительно, сюжет каждого кризиса уникален, но вот причина всегда одна и та же. Просто рвется все время в разных местах. Все эти кризисы вызваны одной причиной, в основе которой лежит государственное вмешательство. Вот здесь Мизос говорит о причинах кризисов. Чтобы понять, о чем идет речь, нужно выяснить, что такое и откуда берется ставка процента, и что она означает для экономики. Представим себе очень упрощенную модель. Допустим, у нас есть Робинзон, который оказался один на острове и лишен всяческих припасов. Робинзон занят целый день тем, что сбивает камнями орехи с пальм. Допустим, ему для пропитания нужно 5 орехов, и на их добычу у него как раз и уходит весь день. Однако, Робинзон замечает, что если бы у него была палка, то он бы мог гораздо легче сбивать орехи. На другом конце острова есть лес, в котором могут быть деревья, из которых можно изготовить подходящую палку. По оценкам Робинзона, для экспедиции изготовления палки ему нужен будет целый день, то есть ему нужно запастись орехами. Он решает потреблять не 5 орехов, а 4. И в итоге, через 5 дней он получает нужное ему количество орехов, отправляется в лес и изготавливает там палку. Теперь сбор орехов занимает у него всего несколько часов. И он может заняться, скажем, строительством хижины. Мы только что увидели феномен сбережений. Сбережения позволяют нам пережить период трансформации нашей экономики в более производительное состояние. Из экономики без палки в экономику с палкой. Очень важно, что сбережения всегда означают добровольный отказ от потребления, что создает необходимые для трансформации запасы. Теперь представим, что на острове кроме Робинзона есть некий дух, который говорит ему «У меня уже есть 5 орехов, я могу их тебе одолжить, а через неделю вернешь 6». Таким образом, Робинзон покупает сбережения, сделанные духом. У духа все есть, он готов отказаться от настоящих благ в пользу будущих. Здесь действуют правила временного предпочтения, о котором мы говорили в первой серии. И дух, и Робинзон оценивают настоящие блага выше, чем будущее. Дух готов отказаться от 5 орехов сейчас, за 6 орехов через неделю. А Робинзон предпочитает 5 орехов и палку сейчас, чем 5 орехов и палку через 5 дней, если бы он делал сбережения сам. Теперь Робинзону не нужно тратить 5 дней на накопление. Он может отправиться делать палку. Существование такого явления, как ставка процента, объясняется только правилом временного предпочтения. Хотя экономисты иногда говорят о естественной ставке процента, в чистом виде ее не существует. Однако предприниматели всегда ориентируются на ставку процента в своей деятельности. И наиболее используемой является в этом смысле банковская ставка кредита. Понятно, что ставка процента зависит от того, сколько накоплено в экономике сбережений. Эти сбережения и позволяют начать новые проекты, то есть, как мы говорили, пережить время трансформации в более производительную форму. Величина ставки – сигнал для предпринимателей. Она тем ниже, чем больше сбережений. И чем она ниже, тем охотнее предприниматели берутся за работу. Теперь обратимся к банкам, потому что именно банковская система является причиной кризисов. Банковское дело существует несколько тысяч лет. Банки всегда выполняли две основные функции. Во-первых, это денежный склад. Люди отдавали деньги банкам на хранение, чтобы обеспечить их сохранность и доступ к своей сумме в любое время. Это операция депонирования. В ней собственность на средства остается за вкладчиком. Он может в любое время снять или положить на счет банки деньги, выписать чек, по которому другое лицо получит деньги с его счета, перевести деньги на другой счет и так далее. Такие счета называются вкладами до востребования. Они обычно не имеют срока. Банк зарабатывает здесь на обслуживании счета, так как вкладчик платит за хранение и операции по счету. Вторая функция банков – это функция кредита. Она полностью отличается по своей правовой экономической сути от депонирования. В операции кредита кредитор банка отказывается от доступа к своим средствам на срок действия договора с банком. Он передает собственность на эти средства банку в обмен на то, что получит больше после окончания срока сделки. Банкир зарабатывает здесь на посредничестве. Деньги, которые он получил в кредит, он выдает в свою очередь в кредит третьим лицам по более высокой ставке. Теперь, если мы посмотрим на функции кредита, то мы увидим здесь нашего духа из истории с Робинзоном. Это чистое сбережение. Люди, которые дают кредит банку, готовы отказаться от настоящих благ в пользу будущих. Чем больше таких людей, тем больше сделано сбережений, тем ниже ставка процента. Как и в случае с кокосами, сбережения означают отказ от немедленного потребления и означают, что существуют запасы, которые могут быть использованы при трансформации экономики. Обратим внимание, что в первом случае, когда мы говорим о депозитах, ничего такого нет. Вкладчики не собираются отказываться от настоящих благ в пользу будущих. Их вклад не символизирует никаких сбережений. Банкиры всегда стремились использовать средства депозитов для кредитования. С их точки зрения, эти деньги все равно лежат в общей куче и пропадают зря. Однако такое действие означает нарушение прав собственности вкладчика. И поэтому оно всегда преследовалось. Таким банкирам рубили ноги, руки и головы. Десота пишет, что в некоторых городах, например, была такая практика. Если банкир мог под всякой подтвердить, что не выдает в кредит денег с депозитов, ему разрешали накрывать стол с катертью. Если нет, так нет. В общем, люди знали, с кем имеют дело и могли рассчитывать риски. Все это было так до момента запрета церковью судного процента. Церковь решила, что выдавать деньги в кредит – это зло. И повсеместно такая деятельность была запрещена. Однако никакая церковь не может ничего поделать с экономикой. Кредиты, конечно же, выдавались. Был найден шаблон поведения, который позволял обойти этот запрет. Человек, желавший выдать банку кредит, оформлял сделку депозита. В этой сделке указывали штрафы, которые должен был платить банкир, если у него вдруг не оказывалось средств на выполнение своих обязательств. Затем вкладчик регулярно как бы требовал свои деньги, которых как бы не было. Банкир как бы говорил «ой» и платил ему штраф. Штраф – это был замаскированный процент по кредиту. И вкладчик получал его весь срок действия договора с банкиром. Так кредитные и депозитные функции смешались в одну кучу. Точнее, депозитные операции стали рассматриваться банком как кредит. Эта история – замечательный пример того, как формируются шаблоны поведения. И пример того, каким долгосрочным последствиям может привести институциональная агрессия. Уже давно нет запрета на процент, но банки по-прежнему работают так, как будто бы он есть. Это выгодно банкам и выгодно государству. Мешательство государства, о котором мы говорили, состоит в том, что оно делает вид, что никакого присвоения собственности вкладчиков в этом случае не происходит. Голов банкирам больше никто не робит. Современные банки обладают привилегией присвоения собственности. То есть, с одной стороны, в наших банках существуют вклады до востребования, вы можете проводить по ним какие-то действия, а с другой стороны, эти же самые деньги выдаются банкам в кредит. Теперь вернемся к ставке процента. Итак, очень сильно упрощая, банк работает следующим образом. Он держит некоторую часть вкладов для покрытия текущих нужд. Эта часть называется резервом. Обычно он устанавливается в виде некоторого процента от всей суммы. Остальные средства банк может выдавать в кредит. В этом случае происходит следующее. Банк не просто выдает в кредит средства с депозитов. Он начинает производить деньги из воздуха. Поясню на простом примере. Допустим, у нас есть единственный банк-монополист, который установил для себя норму резерва в 10%. Я положил в банк 100 гривен. Банк зарезервировал из них 10 гривен и 90, тут же выдал в кредит. Поскольку у нас один банк, эти средства тут же оказались в нем на депозите. Он зарезервировал из них 9 гривен, а 81 гривну снова выдал в кредит. И так далее. В пределе мы получим 1000 гривен новых денег, которые банк создал из воздуха. Этот процесс называется кредитной экспансией, а воздушные деньги – фидуциарными деньгами. Понятно, что в реальности размах процесса не столь грандиозен, но не менее опасен. Фидуциарные деньги позволяют банкам снижать процентные ставки. Снижение нормы резервирования, которую обычно контролируют центральные банки, дает тот же самый эффект. Таким образом, банковская ставка процента оказывается значительно ниже естественной ставки. Предприниматели, которые берут кредиты по этой ставке, делают ошибки, ведь за фидуциарными средствами не стоит никаких сбережений. А как мы уже говорили, в экономике всегда происходит обмен реальными вещами. Получается, что этих вещей нет. Никто не отказывается от потребления, никаких запасов не накоплено. Робинзон из нашего примера дошел до леса, делает свою палку и вдруг выясняет, что никаких орехов, на которых он так рассчитывал, на самом деле нет. Это и называется кризисом. Во время кризиса происходит процесс исправления ошибок. Это микроэкономический процесс, и государство тут совершенно бессильно. Государственное вмешательство в этот процесс еще хуже, чем вмешательство, приводящее к кризисам. Мы должны благодарить Бога, что в 2008 году наше правительство оказалось неспособным никаким действием, иначе случилась бы катастрофа. А вот американцам в 30-х не повезло. Товарищ Рузвельт своей хаотичной политикой умудрился из одной депрессии сделать две и растянуть удовольствие на 12 лет. Кстати, похоже, что американцам опять не повезло с президентом. Ну и наконец войны. Мы уже говорили о том, что сама форма государства как территориальной монополии ведет к войне. Война это очень удобно. Нужно просто разбить армию противника, а затем к вам в руки попадает аппарат принуждения, с помощью которого вы контролируете население. Многие удивляются, как несколько тысяч англичан контролировали многомиллионную Индию. Вот так в Индии давно существовали государства. Пока государства не спрятались под вывеской демократии и национального государства, войны, конечно же, были страшным и разорительным делом, но не в такой степени. Воевать обязано было дворянство. Никакого священного долга перед Родиной у всех остальных не было. Была воинская повинность. Вас могли забрать в солдаты, если вам сильно не повезло. В Европе постоянно шли войны, но при этом все равно как-то все развивалось. Мирное население считалось не участвующим в военных забавах. Все изменилось с появлением идеи национального государства. Теперь воевать стали не бароны такие-то с герцогами такими-то, а немцы с англичанами. В итоге сначала немцы бомбят английские города, потом англичане бомбят немецкие. Ну а на Восточном фронте коммунисты и их комрады из национал-социалистической рабочей партии устроили настоящее соревнование в том, кто проявит больше жестокости к мирному населению. Войны превратились в массовые бойни. И если бы не атомная бомба, то думаю, что государства уже стерли бы друг друга с лица земли. Но ведь бомба это тоже не выход. Скоро бомба станет доступна всем, в том числе и веселым и беззаботным государствам, которым никто не указ. И весь этот цикл начнется по новой. Только потери будут гораздо больше. Кстати, государство любит убивать людей просто потому, что те им не нравятся. Как следует из этой книги, несмотря на старания, прилагаемые государствами во время войны, в мирное время им удалось убить людей гораздо больше. Ну, это были плохие люди. Как это обычно и бывает, чем больше преступлений совершает кто-то, и чем более они кровавы, тем сильнее народная любовь. Если вы проследите за речью обычных людей, и за тем, какие представления обнаруживает эта речь, вы увидите, что в массовом сознании государство давно занимает место Бога. Ему приписывается всемогущество, и на него возлагаются все надежды. Тем не менее, мы видим, что в реальности государство постоянно проводит институциональную агрессию, уничтожая богатство, которое мы создаем. Государство приватизировало систему социального страхования и организовало своего рода дедовщину, когда младшее поколение работает на старшее, чтобы затем на него работала следующая младшая. При этом никаких объективных причин для того, чтобы так поступать, не было. Только политические причины. Желание укрепить власть, конкретных политиков, а на системном уровне постоянно расширяться. Государство приватизировало денежную систему и организовало перманентную инфляцию, которая тоже разрушает богатство. Государство устраивает нам регулярные экономические кризисы и пытается бороться с ними по принципу «лекарства хуже болезни». Государство невозможно использовать с пользой, так как государственная бюрократия крайне неэффективный инструмент. И вся польза, которую можно заставить ее приносить, будет слегка компенсирована через некоторое время. И, наконец, государство организует войны и репрессии, которые уничтожают нас миллионами. Лично я не вижу причин для того, чтобы такая система существовала и далее.